Доброе утро, дорогие друзья! Я приветствую вас в нашей программе. И хочу сказать, что программа у нас сегодня будет неожиданная. Я, собственно, всегда люблю интриговать, вы знаете. А также напоминаю, что это программа «Контакт», которую по понедельникам веду я, Сима Березанская. Такой у нас рефрен, вы его тоже уже давно выучили. Но сегодня программа будет невероятно насыщенная и связана с тем родом искусства, который многие из нас просто не знали. И она будет посвящена совершенно удивительному человеку. Александр Александрович Константинов, российский художник и архитектор, но удивительно, что он при этом еще доктор математических наук, профессор кафедры прикладной математики Московского университета электроники и математики. Вот такая удивительная судьба. К сожалению, он ушел из жизни с тем недавно. Но то, что он оставил после себя его наследие, оно, так сказать, совершенно фантастическое. Он был признанным архитектором уже, так сказать, когда он профессионально начал заниматься всем этим. Он известен по всему миру. Я не хочу вдаваться сейчас в подробности, потому что сегодня у нас в гостях его дочь. Совершенно замечательная женщина. Юлия Туловская. Она искусствовед, пошла по стопам своего отца. И она специалист по русскому искусству начала XX века. Закончила она МГУ, там же она защитила диссертацию по авангардной опыте в текстиле 20-х годов России и Запад. Это очень интересная тема. Я все время с ней, этой темой очень интересовалась. И очень надеюсь, что мы с Юлей продолжим разговор на эту тему, потому что она написала книгу как раз про текстиль авангарда вот 20-е годы в России. И это то, что касается нашей гости сегодня. Конечно, основная информация, основной комментарий к огромному количеству материала визуального, который мы сегодня с вами увидим, конечно, это будет Юля. И я с удовольствием представляю ее в эфире. Юля, здравствуйте. Здравствуйте, Сима. Спасибо большое за то, что меня так замечательно представили, за приглашение поучаствовать в передаче сегодня и рассказать про работу моего отца. Очень приятно мне быть здесь. Нам тоже. Я должна сказать, друзья мои, что все же за 40-летнюю деятельность, когда я общаюсь в эфирах с людьми. И, как я вам говорила, со многими из них устанавливаются замечательные душевные какие-то отношения, удивительное понимание, которое возникает сразу. Это случается не всегда, но вот я очень рада, что вот с Юлей у нас получился такой удивительный контакт. Да, Юль? Да, спасибо. Спасибо, взаимно. И поэтому это облегчает нашу сегодня совсем нелегкую задачу, должна я вам сказать. И, Юль, ну вот я хотела бы сразу задать вопрос. Я пунктиром, так сказать, начала представлять вашего отца, но как это так? Доктор физико-математических наук совершенно в другую область. И вдруг такое стремление к живописи, предположим, к скульптуре, и потом вот эти все феерические его вещи, которые он вписывал, авангардные, в реальную жизнь. Откуда это? Это было с детства? Да, безусловно, это было с детства. И, в общем, папа рисовал с детства, и уже с начальной школы ходил сам в музеи, в Третьяковскую галерею, в Пушкинский музей. Благо, они жили недалеко, это было все в пешей доступности. И, в общем, он, конечно, любил искусство с самого раннего детства. Но поскольку была ситуация Советского Союза, и искусство, как вы знаете, там было только разрешено официально, был единственный стиль, социалистический реализм, то папа как бы не хотел заниматься пропагандой. И поэтому как раз в то время была модно-техническая такая составляющая. И многие шли, вот был спор физиков и лириков, но многие шли в технические профессии, как такие наиболее интеллектуальные, продвинутые. Очень многие люди шли туда. И папа поступил во вторую школу. Это была математическая школа в Москве, такая, в общем, вполне диссидентская. И очень многие люди, которые закончили вторую школу, добились больших успехов в жизни. Это также такая, не то чтобы клуб, но, в общем, такая марка, что ли. И потом папа после второй математической школы поступил в Московский институт электроники и математики. Там была у них спецгруппа, где они под руководством Виктора Павловича Маслова, такой был академик-математик, учились у математических звезд, которых Маслов специально им для своих студентов, для этой спецгруппы приглашал. Ну, а после того, как папа закончил вуз и защитился под руководством Маслова, он преподавал в Московском институте электроники и математики много-много лет. Но если вначале математика была как бы такой основной карьерой, а рисование вроде как хобби, хотя к папе это, скорее, неприменимо, потому что для него это действительно было призвание с самого начала, то после перестройки ситуация поменялась, и уже преподавание в математике, в вузе стало таким как бы хобби, чтобы вот как-то сохранить связь с такой красивой структурной и, в общем-то, абстрактной наукой. Но, конечно же, самым главным в его жизни в папе на было искусство и архитектура, и вот соединение искусства с архитектурой, это был, мне кажется, логичный выход и соединение его разнообразных способностей. Юлечка, ну вот я хотела бы, чтобы мы начали наши многочисленные показы. И начнем мы с Юли, разбили специально вот эту огромную, так сказать, иллюстративную часть нашей программы. Мы разбили на периоды, чтобы у вас, дорогие наши зрители, было представление, как рос этот художник. И вот первая секция называется «Освоение пейзажа деревья». Вы сразу поймете, что это совершенно необычно. Это вот бумага и тушь. Юлечка, ну вот дальше вы рассказываете, что это. Да, дело в том, что папа и я тоже, у нас была дача в Астафьево. Астафьево – это такая усадьба под Москвой, известная довольно-таки. Там это была бывшая усадьба Вяземских, и Карамзин там писал историю государства российского, и Пушкин там бывал. И у нас недалеко там наш старый деревенский дом. И папа с детства бродил по полям вокруг этого места и рисовал пейзажи. Его вот любовь к деревьям, к пейзажам сохранилась, в общем-то, наверное, во всю его жизнь. И там же, наверное, он воспринял какие-то такие тактильные моменты, внимание к фактуре, к деталям, к чувствам, ощущениям, которые предлагает мир. Юль, ну вот у нас сейчас возникла Джорджа Маранди пейзаж, и рядом дом с деревьями, который ваш папа нарисовал. Что это? Это влияние он подражал Маранди? Вот расскажите. Дело в том, что многие художники папиного поколения увлекались Маранди. И в том числе увлекался им папа. Но вы видите, что это, с одной стороны, похоже на Маранди, но с другой стороны, отличается довольно существенно. И, в принципе, вот эти уроки, которые он подчеркнул у Маранди, папа потом развил в такие важные темы творчества и использовал их в совершенно других материалах и техниках. Юлечка, а вот можно поподробнее, что Маранди такое вот сделал, что ваш отец потом это стал использовать? Что в этом такого особенного? Ну, просто папа Маранди делал гравюры. Им папа очень нравились гравюры не только Маранди, но вообще ему нравилась эта техника. Просто он кайфовал от пейзажей, домов в пейзаже и так далее. И, в принципе, отталкиваясь от освоения пейзажа через Маранди самостоятельно, он потом, мы поговорим об этом, вышел в трехмерное пространство и стал уже рисовать не только на бумаге, но и уже просто в парках, на домах и так далее. И у нас есть картинки, вот, например, где у нас есть алюминиевое дерево, которое с реальным пейзажем рядом стоит. То есть это просто как бы объект, такое нарисованное дерево, помещенное в реальный пейзаж. А также, например, красный домик. Да-да-да, у нас был сейчас красный домик. Сейчас я попрошу нашего режиссера вернуться немножко назад и показать, вот, да, вот этот красный домик там в зелени стоит. И вы видите там, что у Маранди просто как бы домик пейзаж. А этот красный домик, это тоже такой привет Джорджу Маранди, но только это большая инсталляция в парке в Женеве. И это не фотошоп вовсе, даже это реальная фотография без всяких фестров сделанных, реального объекта. И вы видите, что часть пейзажа у вас настоящая, а часть разнообразованная. Интересно. Юль, ну хорошо. А дальше вот у нас есть другая секция, которая называется от органики геометрии уроки минимализма. Что это, вот переход от деревьев, от, так сказать, пейзажей, которые так вдохновляли вашего отца, и переход вдруг совершенно в другую область, совершенно условную? Да, ну дело в том, что папа мой также увлекался очень русским авангардом. И это геометрическое такое направление 20-е годы в России, которое просто определило во многом вообще развитие искусства всего 20-го века. И также он увлекался древнерусским искусством и вот какими-то такими тактильными моментами, которые, наверное, подчеркнул в нашем деревенском домике. И он соединил это все воедино и стал создавать абстрактные такие композиции, основанные на линии. Вот у нас как раз сейчас три вертикальные такие работы. Там и дерево, и масло, и бумага очень интересные. Да, кажется, ну что такого вот здесь? И в то же время вот глаз воспринимает это как что-то все же предмет искусства. Да, потому что здесь соединение разных фактур и оркестровка их сделана для того, чтобы дать зрителю, так сказать, почувствовать какое-то тепло и комфорт, и гармонию, которая идет от этих вещей. Собственно, искусство — это же некий такой текст, это такой некий посыл, некий месседж, но только не вербальный, а с помощью ощущений. Вот у нас, Юлечка, извините, я буду просто, да, чтобы комментировать, чтобы вы тоже понимали, что у нас на экране. Вот сейчас появится рисунок для ткани, Любовь Поповой, которую я очень любила. Это 20-е годы, рисунок для ткани. А рядом лестница, которую вот дерево и медь, которую выстроил ваш папа. Что это вот, кажется, что здесь интересного для художника? Ну, дело в том, что мой папа мне очень нравился стиль минимализма, и, собственно, стиль минимализма, он основывался тоже на русском авангарде, а минимализм — это американский, европейский стиль уже в 50-х, 60-х годах. Вот, и минимализм основан на таких очень мелких нюансах, которые производят, тем не менее, большое впечатление на зрителя, даже как бы без того, чтобы зритель отдавал себе в этом отчет. И интересно, что в 94-м году у папы состоялась совместная выставка с Любовью Поповой, где были представлены эскизы для ткани Любовью Поповой, вот один из них вы видите на слайде, наверное, сейчас. Вот эта выставка, да. Да, и рисунки моего отца, и она называлась «Прямая и обратная перспектива русского минимализма». Вообще, надо сказать, что вот эта выставка, наверное, в залах Третьяковской галереи в 92-м году, это он стал одним из первых российских современных художников, достойчивых персональной выставки в Третьяковской галереи. Повторим, что это 92-й год. Вот. И, Юлечка, дальше, вот я думаю, что вот здесь вот эта связь, конечно, с началом века, с минимализмом, она явно просматривается. Но у нас есть еще следующий этап, совсем удивительный. Это формуляры, миллиметровки, линейки и шкалы, да? Шкалат, когда мы... Это вообще как бы странно. Вот я когда с этим познакомилась, но чем больше я это смотрела, тем более в развитии, как мы сейчас покажем, тем более вызывало вот удивление и даже восхищение. Такая дерзость. Вот давайте посмотрим вот эту серию миллиметровки, которые вот сейчас нам покажут, красного такого цвета. Что здесь, Юля? Почему это привлекло вашего отца? Ну, надо сказать, что решетка, да, вот такое пересечение горизонтальных и вертикальных линий, это один из основных вообще мотивов искусства вот 20-го века. И, собственно, мой отец, он взял какие-то измерительные объекты, как миллиметровки, я не знаю, бланки канцелярские и так далее, и превратил их в предмет искусства. Потому что сочетание вертикальных и горизонтальных линий, казалось бы, такая простая, незатейливая вещь, но, тем не менее, оно совершенно бесконечно, и оно может производить совершенно разные эффекты. Юль, ну вот я сразу же просто хочу сказать, что сейчас нам показали, я вернусь еще раз, попрошу вернуть, мне, я специально вас попросила, чтобы мы вот это поставили. Вот это лист бумаги с мельчайшей какой-то там миллиметровкой, как будто впечатление, что он испачкан, что там какие-то поправки, но это же какая-то адская работа просто. Совершенно верно. Дело в том, что папу привлекали не только как бы правильные структуры, но и ошибки структур, и какие-то помарки и так далее. Например, вот эта работа, про которую вы говорите, она имитирует гравюрную афортную доску, где она не чистая, а вот именно с этими самыми помарками. И она состаренная как бы. Состаренная, но это рисунок. То есть это не... Молодец. Это вот... Он специально, папа, изучал всякие разные сбои в системе и пытался как бы донести красоту вот этих вот маргинальных каких-то вещей, которые, кажется, с одной стороны, вроде как ошибками и как бы бросовыми, но на самом деле очень красивые и вот передают действительно саму фактуру и теплоту материала. Вот у нас, Юлечка, сейчас вот эти различные миллиметровки, миллиметровки, шкалы тоже. Вот. Безумно интересно на это смотреть. Кажется, ну что такого вообще? Ну, шкалы. Да-да-да. А когда вглядываешься... Друзья мои, обращаясь к нашим зрителям, вы посмотрите, у вас хорошо видно на экране. Посмотрите, какая мельчайшая работа, какие они разные. Удивительно кропотливая и требующая вообще снайперской точности. Наверное, рука должна была так работать. Удивительно. Да, это все сделано от руки, без линейки. Без линейки? Без линейки, да. И, в общем-то, это демонстрирует красоту и разнообразие мира даже вот в таких, казалось бы, сухих изначально схемах, как, например, шкалы. Да, но вот у меня есть еще вот этот сейчас кусок. Мне очень нравится, Юль. Вот синие батареи как бы, да, расписанные. И дальше вот эти, которые солнечные батареи синие, сделанные из пластеглаза, они просто изумительно красивые, прежде всего. Да, они очень красивые. И, собственно, папа брал вот какие-то такие мотивы и превращал их в абсолютную такую красоту. В таком возрожденческом, я бы даже сказала, смысл. Да, и дальше у нас работа, экспозиция уже тоже, вот где видно, как там на стене впереди вот тоже такая скульптура деревянная. Но посмотрите, как, друзья мои, посмотрите, как это изумительно смотрится. То есть, вы знаете, Юль, вот глядя на это и дальнейшее, вот то, что сейчас нам покажет режиссер, вот, я все время поражаюсь и отдаю дань вот это вот в перспективе в галерее. Видите, как интересно эта выставка сделана. И поражаюсь дерзости. Вы знаете, дерзости и такому необычному взгляду на мирное искусство, когда вот такие обыденные вещи превращаются в произведения, и ты начинаешь... Просто я знакомлюсь с работами вашего отца, я для себя его открыла. Я очень надеюсь, и этот вид искусства. Я очень надеюсь, что наши зрители сегодня тоже увидят, сначала удивятся, потом, может быть, будет некое отторжение, а потом, безусловно, влюбятся. Потому что то, что красоту, которую мы собираемся вам показать, друзья мои, сегодня, это совершенно невероятно. Давайте следующую работу, Слава, обращаюсь к нашему режиссеру. Вот, это... Вы знаете, посмотрите, как вот эти рисунки, цитирующие фрагменты гравюр, как бы, да, они вылетают в окно, как бы. Они так и называются, продолжая продолжение в пространстве города. Опять такое удивительное и дерзкое решение, Юля. Как ему пришло это в голову вообще сделать, вылететь в решетки куда-то дальше? Был удивительно изобретателен, вот, и с точки зрения каких-то визуальных моментов. И, в общем, дерзок, да, но при этом очень тонок и деликатен. И в жизни, и в искусстве тоже. И вот это его, безусловно, дерзость, когда вы рисуете на городах, вылетаете в окно и так далее. При этом это так, как бы, деликатно сделано, что это... Абсолютно деликатно. А не шокируют. Не шокируют, не режут глаз, не кажутся народным телом. Вот у нас сейчас дом, где часть вот из синих этих решеток сделана. Совершенно безумительный органик. Как будто так и надо. Да, как будто так всегда и было. И вот эти вот гравюры, которые вылетели в окно, они вот легли в ткань города. И это гравюры, они как бы... Это цитаты маленьких фрагментов гравюров о городах. Да. И вот они вдруг снова притворились в ткани уже реальных городов. Но у нас дальше, Юлечка, идет вообще уже, как бы, вот начинается вот этот совершенно ошеломляющий период. Это выход пространства, где используется скотч. Вот мы уже видим, так сказать, большое полотно. А как это, как скотч? Скотч может держаться долгое время? Почему скотч? Скотч — это такой материал, которым можно было нарисовать на большом полотне и просто сделать рисунок в большом пространстве, в пространстве города. И это... Все инсталляции скотча, они были временные. Естественно, это так называемый public art. Они были рассчитаны где-то на полгода. Иногда они просто... Некоторые стояли два или три. Но, в общем, это, конечно, время инсталляции. Это такие рисунки в тканях на городе, на склонах альпийских холмов, в парках и так далее. Просто вот... Дело в том, что любому художнику, как считал папа, интересно, чтобы его аудитория была не только в музеях, но как бы просто вот в городе, чтобы люди видели его работы, а также ему было очень важно, интересно менять саму ткань города и трансформировать ее в какое-то комфортное и красивое пространство. Юль, ну вот здесь даже Нижегородский Кремль, старинное здание, и вдруг красная сетка на нем. И это тоже удивительным образом вписалось и не режет глаз. Какой смысл в этом, Юль, был? Ну, в том, чтобы просто, так сказать, организовать. Ведь это же красиво. Красиво. Это организует действительно пространство и город и, в общем, привносит в жизнь людей искусство непосредственно в их жизнь и заставляет их, в общем-то, ну, как-то задуматься или просто почувствовать какую-то энергию новую, позитивную. И тогда... Юлечка, я хочу сказать нашим зрителям, друзья мои, у вас появляются все эти вот фотографии этих объектов и внизу подписи. Так что мне не всегда нужно вам это цитировать. Вы можете просто сами читать и смотреть. Спасибо Юле, она так организовала эту картинку, что можно понять, где это находится. Вот у нас была Женева. И как бы вот это признание пришло к нему международное, да? Да, он работал и в России, но также очень много работал в разных странах, более 15 стран. Он сделал свои проекты, несколько проектов. И вообще за довольно короткий период он занимался вот такими инсталляциями скотча всего лет 5, с 2002 по 2007. И он сделал более 30 проектов в разных странах. Юль, вот сейчас у нас пошло тоже совершенно изумительной красоты. Белый квартал рядом с музеем Пушкина. Вот я попрошу нашего режиссера показывать это. И он был повторен уже в цвете. Вот, друзья мои, смотрите, какая красота. Ну, посмотрите. Это как возникло вот это решение и удивительным образом, что разрешили в Москве это сделать. В общем, мы знаем, что страна наша вполне консервативная к таким всяким авангардным решениям. Не просто разрешили, а пригласили. Пушкинский музей пригласил моего отца сделать такую инсталляцию на одном из зданий, поместить рисунок, то есть фактически превратить реальный дом в дом нарисованный. И это получается такой как бы фантом, да? Да. Торно-белый рисунок. И он нарекает на какой-нибудь серебряный век. Да-да-да. Зиму. Зиму, да. Да-да-да. Вот. А потом, когда эта инсталляция под названием «Белый квартал» простояла в музее несколько лет, и его папу попросили, Ирина Александровна Антонова попросила, директор музея попросила переделать эту инсталляцию, обновить как бы, но это же скучно делать то же самое, поэтому папа сделал второй вариант под названием «Дистрикт-ремикс» уже как бы подбукс, что мы видели, да. Это, с одной стороны, это был как бы такой негатив, черно-белый, как рентген, а второй проект это уже как будто пастельный рисунок. Да-да-да. Но мы перешли уже на Францию, Юль, и вот, и Люксембургский сад потом в Москве, то есть там все подписано, друзья мои, смотрите. Вот. То есть это как бы иностранные специалисты, по всей вероятности, искусствоведы, наверное, что-то увидели и предложили это повторить, вот в частности, так сказать, во Франции, в Люксембурге, в других странах. Или они были напрямую связаны с вашим отцом и вне зависимости от выставок в Москве это предложили им сделать? Ну, выставки, они как-то утверждают имя, и, конечно же, его папу приглашали сделать такие проекты в разных местах. Вот во Франции это Кампер, такой город, и вы видите, что папа всегда с большим уважением относился к какой-то местной истории и к архитектуре этого города. И, например, вот здесь он приставил к настоящей стене такую же, но нарисованную вот в Кампере. Это то, что было красное, да? Да-да. А сейчас у нас уже вот эти блуждающие стены в Москве. Ну, это примерно то же самое, синие, да? Да, но это был сделан, этот проект был сделан в честь 150-летия Третьяковской галереи. Опять же, директор музея пригласил папу сделать этот проект. И это как будто стены старого здания Третьяковской галереи пришли в гости к современному зданию Третьяковской галереи. Да, очень, вообще самое название блуждающая тема. И вот ледник тоже, очень интересный момент из Норвегии, да? Вот когда смотришь просто, кажется действительно, что это ледник. А вот следующая фотография нам покажет, что это, там дом стоит реальный и как бы обрыв. И вдалеке действительно читается это как обрыв. Это, это частное какое-то предложение или что это? Да, это гостиница довольно-таки фишенебельная и хозяева гостиницы любят и поддерживают и собирают искусство. И они пригласили моего отца сделать какой-то проект. И он сказал, это горнолыжный курорт в Австрии. И папа сказал, ну что-то, ребята, у вас все замечательно тут, но как-то ледников не хватает. И они говорят, ну у нас низко для ледников. Ну, папа их успокоил и сказал, что он им дает ледник. И этот ледник было видно со всех склонов, и за счет того, что он сделан вот из скотча, из таких разноцветных полосок, он издалека выглядел голубым, но при этом сохранял вот такую структуру, как будто это был действительно лед. Да, вообще удивительно. Юль, ну мы сейчас должны уйти на короткую рекламную паузу. Друзья мои, оставайтесь с нами, вас ждут впереди потрясающей красоты, пейзажи, объекты и так далее. И мы продолжим наш разговор про удивительного художника, скульптора, архитектора Александра Константинова. Оставайтесь с нами. Доктор Владимир Анифатер. Реабилитолог, специалист по болям, практикующий 23 года в Нью-Йорке. Правильный диагноз, экспертное мнение, новейшие методы лечения, реабилитация после травм, неврологическая реабилитация, все виды уколов, включая плазму, обогащенную тромбоцитами. Доктор Владимир Анифатер. 3-0-0-3 Оушен Парквей. Телефон 7-1-8-9-7-5-0-2-0-0. В это трудное время знаменитая ясновидящая и целительница Америки госпожа Еля ежедневно проводит индивидуальные онлайн-консультации на FaceTime, Viber и WhatsApp. Благодаря виртуальным встречам с госпожой Елей сотни людей из разных стран избавляются от страхов и депрессий, восстанавливают спокойствие и мир в семье, обеспечивают будущее своего бизнеса, а также дарят своему организму прочную энергетическую и иммунную защиту. Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404. Привет, это Дэв Чокси. Как комиссионер города «Идельчик», это тоже мой пасшон и мой работа чтобы держать Нью-Йоркеры всех этажей здоровыми. Это почему я так благодарю, что вакцинский пфизер уже был разрешен для тех, кто 12 и older, потому что мы можем защитить даже больше детей от COVID-19. Как доктор и как дедушка, я дам мою сестру сильную рекомендует чтобы у меня милый дедушка и мой дедушка заболевать и заболевать вакцинский пфизер Вакцинский пфизер как родители вакцинский пфизер не важен для меня но я знаю, что многие вакцинский пфизер и выражаете That's why I hope that you'll learn more and visit one of our vaccine centers today. Go to nyc.gov slash covidvaccine to learn more or call 877-VAX-4NYC. Предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидзан Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005. Мы вновь с вами. Я напоминаю, что это программа «Контакт», которую по понедельникам веду я, Сима Березанская. Сегодня наша программа посвящена памяти выдающегося человека Александра Константинова. Вообще по разнообразию жанров и тому, и подходов, и то, что он сделал, а был он и математиком, и художником, и архитектором. Он, наверное, вполне подходит под определение человека возрождения, который, как вы знаете, владел многими гитиками. И то, что он сделал, то, что мы вам сегодня рассказываем, и я благодарна его дочери Юлии Тулоской, тоже искусствоведу, которая рассказывает нам так подробно о тех проектах, которые делал Константин за свою жизнь. Должна сказать, что за сравнительно короткий период с 2000 по 2019 год Александром Константиновым было реализовано более 30 публичных инсталляций и скотча, более 25 архитектурных и парковых проектов в 15 странах мира. То есть вы понимаете, какого уровня и размаха был этот человек. И мы продолжаем нашу беседу с Юлией. Юля, здравствуйте. Еще раз спасибо. Еще раз за то, что вы предоставили нам такой замечательный материал. Так интересно об этом рассказываете. Мы с вами остановились на выходе пространства, на скотче. И я хотела бы, там у нас осталось еще две работы, это тоже очень красиво названный «Свет в январе», это проекты в Норвегии. Но, Юля, я хотела бы, чтобы вы рассказали нам, как это делалось, что это за методика, это изобретено вашим отцом или она существовала раньше. Расскажите, пожалуйста, немножко, потому что мы увидели такое количество материала, а надо понять, как это вообще родилось и как это делалось. Ну, в общем-то, таких рисунков, помещенных в города с цветным скотчем, по-моему, никто не делал, еще больше никто не делал. Есть художники, которые тоже работают с большими объемами в городах, как, например, Кристо, который заворачивает объекты. Но он работает больше с объемами, а папа действительно просто помещал рисунки, графические рисунки, вот в пространство городов и парков. Очень красивая Норвегия с этими разноцветными дониками, просто чудо. И Норвегию ему очень часто помогали делать эти проекты студенты, которые помогали ему клеить этот скотч, как будто так, как штриховка. Это были студенты художественных вузов обычно, и там было страшно весело во время работы, подготовки проекта. И, например, после тоже, потому что в Норвегии это такие домики, они построены, и внутрь можно зайти, и там есть подсветка. И было очень красиво, потому что в Норвегии долгие сумерки, и, соответственно, постепенно темнело, и постепенно проявлялся свет изнутри этих домиков. Ой, прелесть какая. Да, и внутри этих домиков студенты продолжали тусоваться, устраивать по партии и так далее. Юль, ну вот дальше, то есть я поняла, то есть это просто физически скотч наносится определенным под углом, или как там ваш папа придумал. Прикует с прандашом, но только с цветным скотчем по большим полотнам. Более того, скотч прибывает разных цветов, и их можно смешивать. И если вы накладываете, наклеиваете один скотч на другой, за счет того, что он полупрозрачный, получается третий цвет. И таким образом вы можете создавать масштабные... Масштабные картины просто. Да, и как гравюры, и как пастели, и так далее. Юль, ну вот мы как раз переходим уже к другой нашему этапу. Дома и архитектурные объекты. Я сейчас попрошу Славу нам показывать это. Вот у нас последняя картинка, предваряющая вот нашу новую тему, где как раз вот все вместе собрано то, о чем мы говорили с Юлей. Здесь и ледник, и вот эти домики замечательные. А вот дальше уже у нас пойдет Австрия и так далее. Вот что это, Юля? Что это вот удивительные дома? Это продолжение того, что было в Норвегии, или что-то другое? Да, я просто хотела сказать, что вот эта картинка с многими проектами, это фотография веб-сайт, экрана с папиной страничкой в интернете, alexandrkonstantinov.com, где можно подробнее посмотреть все его скотчевые архитектурные проекты, потому что, конечно, мы сейчас можем показать только маленькую часть. Ну, конечно, ну, конечно. Да, ну это, конечно, буйство фантазии. Юль, ну все же перейдем, потому что у нас впереди еще очень много интересного. Давайте перелетим в Австрию. Да, вот этот коричневый дом и затем такая колоннада. Что это, Юлечка? Это, ну, логичным развитием было сделать проекты не из скотча, который был материалом временным, а из более долговечных материалов, как, например, металл или дерево. И вот этот проект, который называется «Под липами», это, собственно, такой художественно-архитектурный объект, такой как бы дом, который пропорциями напоминает местную архитектуру, и сделан из деревянных планочек тонких. И это как бы дом, в котором живут стихии. Там занавески белые, которые могут развиваться, там проведена вода, и там может внутри дома идти дождь, огонь там, так сказать, можно тоже сжечь. То есть это как бы такой арт-объект, дом для стихий. А вот дальше у нас такая колоннада как бы тоже подлипа. Это акведук, потому что там была структура такая же, бетонная, которая обрывалась. И папа продолжил её вот такой как бы нарисованной, но в то же время и объёмной структурой. И, в принципе, это намёк на то, что, в общем, Римская империя распространилась в Австрии, и намёк на форму акведука, которая как вот такая преемственность и принадлежность к европейской истории. Вот ваш отец, мы показали фотографии, вот он как раз строит вот эти, скорее всего, вот эти брусочки, да, эта фотография. А вот очень интересно такая вот удалённый офис. Вот само сочетание удалённый офис и удалённый. И вот так он какой-то стоит, одинокий домик такой. Что, Юлечка, какой смысл в этом? Ну, вы знаете, сейчас это очень актуальная тема. Да, действительно. Да. Но вообще это такой архитектурный... Аж папа предвосхитил. Да, это такой архитектурный объект, который был построен в рамках фестиваля под названием «Архстояние» в местечке под названием Никола Ленивец. И сегодня... Здесь много всяких архитектурных именно изысков. Например, этот дом стоит на границе между лесом и полем. Соответственно, часть его освещена, а часть остаётся в тени. И таким образом там обеспечивается очень хорошая циркуляция воздуха. И несмотря на то, что дом построен вот из пластика и дерева, в нём никогда не жарко. И вы можете работать и смотреть либо в поле, либо в лес, как вам больше нравится. Там вода ещё сжадит, да? Да-да-да. И там внутри сделаны всякие затеи, как, например, книжные полки, конструкция лестницы. Она как-то завязана с этими книжными полками. Полная удалёнка вообще. Как мы сегодня это сам. Но, Юль, ну вот придумывая и конструируя, и строя всё это, это, безусловно, так сказать, основная профессия вашего отца. Она имела значение, ведь разработка архитектурная, она требует знаний физики и математики, так сказать, не просто художественных данных для того, чтобы это воплотить в жизнь. Конечно же, папина склонность к такой организации, порядку какой-то гармонии, и технические знания, безусловно, сказались, отразились в его искусстве. И, в общем-то, это было очень логично, что он пришёл к архитектуре. Хотя начал вот со станкового искусства. Но вот у нас возник сейчас алюминиевый дом, который мне ужасно нравится. Юля, вот у вас вы рассказывали мне, что это вот какое-то малоинтересное здание, которое ваш отец превратил в какую-то просто достопримечательность. Опять же, такая дерзость мысли. Как это? Да, это было кирпичное здание, довольно непривлекательное. И мой отец штукатурил его чёрным, и сверху с отступом существенным, где-то полметра, надел вот эту вот сетку. Я бы сказала, что она ажурная, но она геометрическая такая, лёгкая сетка. И здесь работает не только сам рисунок сетки, тот факт, что тут нет фактически углов, они все на весу находятся, видите, то есть... Но здесь ещё работают тени, которые эта сетка бросает на само здание. Такое тройное измерение получилось. Да, за счёт того, что здесь всё облегчено, здесь как бы нету вот таких как бы углов там, и стена растворяется. Получается, что это дом, как бы я его называла дом-фантом, он абсолютно как бы становится такой естественной частью пейзажа, он очень лёгкий и... Может исчезнуть вдруг. Да. Юль, но дальше вот мне очень нравится ещё тоже вот это решение вдоль полотна, такая кардиограмма, да, как бы из полотна. Ну, кажется, что разные брусочки поставлены, но если представить себе, что идёт мимо поезд или дорога, то вот эта вот стена, она как-то очень по смыслу и по красоте своей замечательно выглядит. Тоже такая дерзкая идея. Да, спасибо, совершенно верно. Это стена, которая имеет функциональное назначение. Она отделяет железную дорогу от города, шумовая завеса. И она имеет форму кардиограммы. И это как бы такой ритм города и ритм поезда и человек, который куда-то едет. У него сердце бьётся чаще и так далее. И это такие как бы бороться. Они, опять же, довольно-таки лёгкие, но при этом очень, так сказать, ритмичные, сделанные из разных цветов. И, безусловно, она как-то так вот такая большая красная инфляция. Даже вот, знаете, Ильичка, я смотрю, и в ушах возникает ту-ту-ту-ту, знаете, как колёса стычат. Совершенно вот по музыке и по смыслу, да? Совершенно повторяет движение поезда, звуковое даже. Но вот то, что сейчас вот я хотела бы, чтобы нам показали вот удивительные совершенно здания тоже. Это электростанция в Люксембурге. Вот посмотрите, как это вписано совершенно поразительным образом. Да, в старые здания вроде бы. И удивительно. И вот то, что мне безумно нравится, жилой комплекс в Циолковском, в Обнинске. Да, папа работал с архитектурным бюро, которое приглашали его к сотрудничеству вот на такой художественной составляющей архитектуры. И что касается электростанции, то там папа, так сказать, определенным образом расставил объёмы, подобрал, так сказать, отделку и так далее. И это, с одной стороны, он ориентировался на такую старинную французскую ферму и на структуру этой фермы, чтобы комплекс электростанции был привязан к какой-то опять локальной истории и был родным для тех, кто там живёт. С другой стороны, за счёт, опять же, лёгкости этого довольно большого сооружения возникает ощущение, что это не электростанция, а азарка. Да, что-то летит наверх. Да-да-да. Юль, но сейчас я хотела бы, нам уже показали Обнинск, это действительно очень красиво, и мне это очень нравится. Но я хотела бы, чтобы мы перешли к теме парков, потому что парки, как вот я зачитываю информацию, составляют особую тему в наследии Константинова среди проектов реконструкция московских парков «Сокольники» и «Филии» совместно с Архитектурным бюро «Яус-проект», с которым Константинов также выиграл конкурс на реконструкцию парка «Динамо». И даже вот этот Торн-парк «Артспейс», это новый парк в штате Массачуссес у нас здесь, который полностью был построен по проекту Константинова. Мы, к сожалению, не могли показать. Юль мне прислала там большое видео, но оно требует времени, потому что там просто как бы дорожки, гуляешь, сразу нет такой собранности в понимании того, что это. Поэтому я попрошу сейчас, чтобы наш режиссер показывал просто друг за другом эти фотографии. У вас есть подписи. Но, Юля, я хотела бы поговорить именно об этой страсти вашего отца. Почему парке? Вы знаете, мне кажется, ему просто было интересно вообще все, за что он не брался. И когда в одном из проектов возникла тема организации пространства снаружи на улице, папа очень увлекся этой темой и стал ее разрабатывать. И он занимался, в общем, оркестрацией прогулок, потому что там то, как расположены дорожки, на каком они уровне, как они относятся друг к другу, организует прогулку вашу. И ему страшно нравилась эта тема. И он ей как-то очень с большим энтузиазмом занимался. И если мы посмотрим на Турнпарк, я, кстати, вас приглашаю посетить Турнпарк. Спасибо. Там огромное количество всяких чудесных, замечательных проектов. И мероприятия проводятся. И вообще это приятное место. И если мы посмотрим на вход в Турнпарк, я могу вам, например, показать некоторые затеи. Вот там есть павильон входа в Турнпарк, который снаружи выглядит, как крепостная стена, а изнутри парка, он максимально открыт в парк. И более того, когда вы проходите под воротами, и чель... Чель, да. И чтобы это сделано для того, чтобы, проходя в ворота, вы ни на секунду не теряли связь с небом. Ага. Интересно как. И под... Эта арка, она замощена камнями. И каменщики клали камни так, как папе не нравилось. И он попросил их как-то вот скорректировать свою работу, чтобы объяснить им, как надо делать. Он сказал, ну вот представьте себе, что это облака, которые через эту щель отражаются вот на земле. И каменщики сразу сделали все правильно. То есть он их научил образно мыслить. Да. Понятно. Юль, но прежде чем мы вот перейдем к финалу изобразительному нашему, это изумительные совершенно автобусные остановки в Японии, я хотела бы немножко, чтобы вы рассказали о вашем отце. Вот у нас есть фотография замечательная. Хорошее, такое чудесное лицо этого человека, такого думающего. Глаза такие глубокие. И взгляд в смысле... Юль, что был за человек ваш папа? Как папа? Как творческий человек? Что у него был за характер? Все же, чтобы осуществлять такие мощные проекты, нужно было обладать, конечно, безусловно, харизмой, чтобы люди захотели все это сделать? Да, спасибо за вопрос. Симон был удивительный человек. Это было просто счастье жить в его орбите. Он был очень мощным, но при этом очень как бы мягким и деликатным и добрым. И он научил меня более-менее всему, что я умею. Я не знаю, плавать, кататься на коньках, думать, чувствовать. Он обращал внимание на какие-то тонкие вещи. И, в общем-то, это было удивительное счастье учиться смотреть на мир через призму его взгляда. Это, конечно, потрясающая школа и красоты, и большое счастье. Юля, он как-то определил вашу жизнь? Благодаря ему вы пошли тоже в искусство и стали искусствоведом? Он определил мою жизнь очень по многим параметрам. Конечно, я просто выросла среди вещей, которые он делал. И моё понимание искусства и моя любовь к искусству, конечно же, идёт от него. И более того, я вижу многие вещи, я замечаю многие детали, какие-то тактильные ощущения. и так далее, которым тоже я научилась именно у него. Вообще, какое счастье, когда судьба подарила вам или вы выбрали вашего папу. Да. Вы очень на него похожи, Юлечка. И вот это я всегда, когда смотрела на вас и думала, что вы переняли от него и глубину, и талант, безусловно. Потому что работать с вами большое наслаждение, такой гигантский материал, который мы с вами сегодня подготовили, и такая ответственность, и понимание, и доброта. Всё это вот в вас, конечно, безусловно, осталось. Папа вас этим наградил. Спасибо большое. Юль, мы сейчас вот параллельно с нашим разговором мы показываем вот эти уникальные, совершенно автобусные остановки в Японии. Как они родились вообще? Что это? Ну, я знаю, что Япония, как мы все знаем, Япония очень прогрессивна в своих интересах, да, и в искусстве тоже. Как родились эти установки? Эти остановки были сделаны в рамках триеналия в городе Сузу. И они отсылают к японскому художнику Хирошиге, который, у него есть серия, 54 станции такая-то, дороги такой. И папа придумал проект 54 станции Сузу. Он реализовал четыре из них, чтобы остальные художники тоже могли подключаться к этому проекту и вот, так сказать, оформлять остановки, да. Таким образом он ангажировал японскую культуру и придумал такую замечательную историю интернатальную, да. Очень здорово. Так красиво. Опять же, это так естественно и логично вписывается в пейзаж, как будто там всегда стояло. Вот сейчас стоит там сзади какая-то вода, пустынное место такое, и вот такой чудесный домик-остановка. Прелесть просто. При этом оно как бы трансформирует вот эту ткань жизни в какое-то такое художественное пространство. Делает это совершенно ненавязчиво. Очень деликатно. Юль, вот я хотела бы, чтобы последние вот пять минут нашего разговора все же мы посвятили его значимости, его как-то... Есть ли у него продолжатели, ученики? Или он был настолько уникален, что это можно, предположим, только дублировать, но не развивать? Вот расскажите, пожалуйста, о том, как же ваш папа существует в сегодняшней действительности. Вы знаете, мне кажется, что это покажет время, но, безусловно, какие-то приемы и цитаты из его творчества можно встречать и у других художников, и у дизайнеров, и, например, даже в оформлении каких-то телевизионных программ тоже есть какие-то цитаты из его работ. Так что, ну вот, я надеюсь, что время ответит с большей полнотой на ваш вопрос, но мы сейчас готовим несколько выставок в музеях, в архитектурном музее, которое должно состояться через год в Москве, и через два года мы готовим большую выставку в Третьяковской галерее. То есть он по-прежнему признан в России, да? Так же, как в других странах. Да, да. Ну, я думаю, что вот теперь он, может быть, даже будет больше признан в России, чем раньше, поскольку у нас как-то вот, как всегда, вот так. Да, пост фактум. Пост фактум. Любит, да, отдать должное. А скажите, Юлечка, а вот в жизни, так сказать, папа ваш, как бы, он получил ту долю признания, которого он заслуживает, вот, судя по таким проектам в разных странах мира, помимо России, да? Он получил свою долю признания, я не случайно делаю акцент на этом вопросе, всегда для творческого человека еще такого необычного, это очень важно. Безусловно. И мне кажется, что он был очень, в общем, успешен и реализовал огромное количество проектов, но если вы спросите меня, мне, конечно, кажется, что его признание, он заслуживает несколько большего признания, чем он получил при жизни. И мы будем с мамой моей и с друзьями, и папой, я надеюсь, будем работать в этом управлении. Ну, хорошо, а вот архитектурное, так сказать, сообщество, да, приняло его вот такие дерзкие начинания? Вы знаете, по-разному. Кто-то принял с распростертыми объятиями и отдавал ему должные дань уважения, кто-то начался настороженно к его опытам, но в целом, мне кажется, да. То есть он признанный, как бы, да, можно сказать, что он признанный мэтр, вот это особое направление, это новое направление в архитектуре, в оформлении городов, парков и так далее. Да, он подошел к архитектуре, вот сейчас вышло несколько статей, где отмечается его неординарный подход, его как бы особая роль в архитектуре и особый взгляд, особая перспектива, которая у людей, пришедших в архитектуру из архитектуры, не так развита, как у людей, которые как папа, который пришел и улетел. Спасибо. Наша программа закончена, Юля, еще раз вам творческих успехов и навсегда пусть память об Александре Константиновне, конечно, живет. Всего доброго, друзья мои, до следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова